Ставший уже традиционным митинг памяти, посвященный Дню Победы, прошел накануне праздника в поселке Искателей. У памятника танку Т-34 собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители государственных и муниципальных органов власти, общественных движений, школьники и жители поселка. Памятник оружия Победы был установлен в поселке Искателей два года назад, накануне празднования 70-летия Великой Победы. Он стал первым памятником в муниципальном образовании, посвященном Великой Отечественной войне. Изготовили танк Т-34 в конце войны, в 44-м году. В боях он поучаствовать не успел, но стал символом Победы для жителей Заполярья. У нашей Победы есть материальные символы. Это, конечно, знамя Победы. Это легендарная «Катюша», первая реактивная система залпового огня. Это этот танк Т-34, тоже легендарный. И вот на этом месте, собравшись вместе, мы должны понимать, что он должен быть напоминанием всему подрастающим поколениям о героизме, о мужестве их дедов и прадедов. Виталий Асташов, заместитель председателя окружного совета ветеранов войны и труда, призвал уделять больше внимания труженикам тыла и детям войны, которые работали наравне со взрослыми. Нет ни одной семьи, где бы не было горя, убит или ранен отец, брат, мать, сестра. У меня погиб отец, я его не видал. Он ушел на войну в декабре 41-го года, а я родился в мае 42-го года. И всегда в детстве и в юности завидовал тем детям, у кого был отец. Голубковка, Сула, Бедовое, Литково – деревни, которых уже нет на карте. В память о солдатах, ушедших на фронт из этих населенных пунктов, надо поставить мемориалы, сказал Виталий Никитич. В своё время было укропнение колхозов, и переехали люди там. Но воины, которые ушли из этих деревень, надо поставить, я думаю, памятник каждой деревне вот такой. И там список, кто ушел на фронт, потому что они ушли из этой деревни. Отец Тамары Зазули был танкистом, воевал на танке Т-34, закончил войну в Чехословакии. День победы в семье Тамары Васильевны – день памяти, скорби и большой радости. Он не любил никогда делиться воспоминаниями. Когда я его спрашивала о чём-то, он говорил, тебе это знать не надо, моя хорошая. Рассказывал, как учил своих солдат, как воевали вместе, как пели песни. Страшная война, затронувшая миллионы людей, оставила о себе печальную память. И память эта бережно хранится жителями нашей страны. Жители посёлка Искатели вспомнили тех, кто непосильным трудом ковал Великую Победу, кто погиб на полях сражений. Даже сложно описать с чувством благодарности людям, которые принесли нам Победу. Прям, знаете, плакать хочется. Завершился митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне возложением венков и цветов к памятнику Оружия Победы. Надежда Литкова, Александр Дуркин, Телеканал Север.